привет мои хорошие с вами селена своей и сегодня у нас будет ванной красоты я давно уже обещала вам ламинирование волос и себе тоже обещала ламинирование волос в домашних условиях за три копейки понятно что мы можем пойти в салон и сделают нам до и после красота но интересно можно ли это сделать своими руками и за недорого потому что как мы знаем салоне эта процедура ламинирование волос стоит недешево я видела много обзоров на самом деле в инстаграме и в ю тубе не в ю тубе не видела в инстаграме что реально там буквально желатин или там еще какие-то средства и тут вам раз и волосы до и после такие классные я на самом деле хочу это проверить сама ни разу такое не делала помню что был какой-то рецепт желатином но честно говоря мне было страшно свои волосы в желатин потому что он же там потом застывает он же сначала размекает а потом застывает и как-то делала маску из желатина на лицо не представляю как это сделать на волосы я не буду сегодня использовать желатин я буду использовать другое средство агар-агар но я так понимаю что это практически одно и то же можно агар-агар заменять желатином единственная разница у них что это растительный аналог желатин я так понимаю это животного происхождения а агар-агар это растительный аналог желатина в любом случае судья так понимаю одна и та же что сначала мы все это разжижаем а потом она все это как-то застывает мне немного страшно я надеюсь не испорчу свои волосы но видела что делают девочки и получаются очень красивый результат давайте вместе с вами теперь попробуем я взяла 2 2 вот такие пачечки по 10 грамм надеюсь что мне их хватит вообще нужно там полно 2 столовые ложки или 3 столовые ложки но я надеюсь что хватит сейчас я точно посмотрю рецепты буду уже по рецепту с вами вместе делать на кухне в общем у меня две пачечки агар-агар понадобится нам еще масло витамин е альфа токоферола ацетат витамин е стоит 22 рубля в аптеке вот это не помню сколько стоит недорого тоже что-то где-то там 10 рублей такое они просто есть разные марки еще производителя и есть еще дешевле даже агар-агар других пачках и возьму вот такой бальзам это бальзам кондиционер для волос с кашемиром это битекс белорусская косметика у меня здесь осталось как раз для ламинирования и чтобы баночки не стояли не пылились на полочках я его использую туда и еще нам понадобится вода я думаю вода у всех есть теперь давайте перейдем на кухню и приготовим нашу смесь для волос итак первым делом добавляем 6 столовых ложек воды 1 2 3 4 5 6 у меня другой кастрюльки нет или я не могу ее найти поэтому буду использовать такую большую пока я включу водичку она будет закипать я приготовлю агар-агар агар-агар нам понадобится 2 столовые ложки вода закипела делаю поменьше заливаю сюда агар-агар 1 2 минуты он должен завариваться в кипящей воде теперь выключаю печку добавляю сюда кондиционер полторы две столовые ложки короче весь кондиционер уже можно также добавляю 2-3 капли витамина е ой витамина е конечно накапала и идем наносить состав на волосы и так мы приготовили нашу смесь давайте теперь сравним наши волосы до до в принципе у меня достаточно и волосы не расчесывала чтобы был более эффектный эффект в принципе волосы мои так сами блестятся по себе но сейчас мы сравним с вами еще ближе кончики на видео конечно не всегда видно все что есть на самом деле да можно сказать что ой какие классные но они суховатые посмотрите кончики суховатые давайте мы с вами сравним прям кончики так разделяю на две части думаю что это надо делать быстро уже тепленькая не горяченькая и прям вот как масочку наношу на кончики на кончики в основном а облезла ящики пахнет очень вкусно боже мой что я делаю короче пропитываем как следует волосы а волосы нужно было помыть на чистые волосы ё-моё да что ж такое так спеши волосы не помыла ладно в общем девочки это могло произойти только со мной у нас включили горячую воду то есть я включаю воду быстро чтобы помыть голову и смыть вот этот вот состав который только что нанесла на грязные волосы моё вода холодная я в шоке сейчас пойду снова приготовлю смесь подсушу волосы и нагрею воду так лечу спешу новую смесь приготовила использую вот такой бальзам теперь тут закончился этот тоже разделяю волосы и на кончике особенно Такой обычный пакетик. Вот так вот сделала, вот так. И полотенце сверху. И на 40 минут. Ну что, прошло 40 минут. Мне самое интересное, что там сейчас с моими волосами. Всегда наблюдала, как девочки делают эти процедуры. И мне всегда было страшно. Так, ну волосы остались влажными. То есть нет каких-то засохших штук. Абсолютно нормально. Я думаю, что оно должно все хорошо смыться под теплой водой. Воду я уже нагрела. Пошла смывать. Ну что, я помыла голову. Сейчас без шампуня и без бальзам. Просто я смыла теплой водой вот этот весь состав. Достаточно легко он смылся. Даже не было никаких комочков внутри. Что меня безумно порадовало. Потому что я боялась именно этого, что оно застынет, прилипнет. И все. И буду его там вычесывать долго и нужно все это дело. Ощущение, как будто после хорошей маски какой-то. Да, волосы гладенькие, естественно. Ну там присутствовал бальзам. Я думаю, что даже если любой бальзам взять, то будет такое ощущение. Сейчас я все это дело посушу. И уже тогда дам свой окончательный вердикт. Перед этим, перед нанесением, я, естественно, помыла голову как следует. Очистила ее и не делала тоже никакой бальзам, никакие маски, чтобы чешуйки все были открытые. То есть два раза помыла голову шампунем. Чуть-чуть подсушила. Потом нанесла этот состав, как вы видели. И сейчас просто его смыла теплой водой. Сейчас я просто посушу волосы. И не буду наносить никакие средства. Волосы очень-очень хорошо расчесываются. Я вам скажу, что если делать, допустим, бальзам какой-то, не от всех бальзамов, у меня так хорошо расчесываются волосы. Я использовала обычный, да, всю часть маску. То есть так они у меня расчесываются хорошо только после того, как я нанесу и масло, и спрей для легкого расчесывания. А сейчас, как видите, хорошо расчесывает. Сушусь я всегда феном и вот такой круглой расческой. Я волосы не вытягиваю утюжком, а просто их сушу вот так вот расческой. Они сами по себе у меня прямые и, в принципе, выравниваются. Вот, а эту маску я сделала для того, чтобы посмотреть именно кончики и именно как будут волосы себя чувствовать. Потому что, я вам так скажу, что обычный мой уход уже, допустим, на второй день или даже уже походив, там, да, я вижу, что все-таки кончики мои такие пушистые. И сейчас я думаю, что я смогу нормально оценить качество вот этой ламинации. Ну что, мои хорошие, я посушила волосы. Смотрите. Ну, чистые волосы, в принципе, всегда выглядят хорошо. Я не наносила никаких средств. В принципе, они хорошо расчесались, хорошо высушились. Сейчас вам покажу. Вот так. Сзади. В целом, я, честно говоря, не вижу какого-то прям результата, прям, ну, то, что отличается от хорошей маски какой-то, если честно. И думаю, что я не буду такое сложное делать, очень сложное мероприятие для того, чтобы, ну, вот этот именно эффект увидеть, который я вижу. Ну, который я не вижу. Точнее, я не вижу толком какого-то сильного эффекта. Да, волосы хорошие, я не спорю. Как после хорошей маски, хорошо расчесываются. Вот. Но вот это вот греть и делать, вообще, я где-то прочитала, что это накопительный эффект. Что, возможно, нужно сделать несколько раз, и тогда будет суперрезультат. Может быть, я бы даже попробовала несколько раз сделать, потому что ничего плохого, да, я не вижу. Единственное, что это только сложность в том, что нужно высыпать, сделать, походить 40 минут. Вот. Но мне кажется, подобный эффект происходит, если просто перед мытьем головы тоже намазать волосы, например, маслом. Оливковым маслом, либо кокосовым маслом волосы тогда очень-очень мягкие и классные. Вот. В принципе, если кто-то хочет попробовать, это можно попробовать. Во всяком случае, я думаю, что еще эффект может быть индивидуальный для всех волос, потому что очень кто-то хвалит все это. А кто-то говорит, да какая разница. Ну, естественно, когда я снимаю свои грязные волосы сзади и показываю эффект после, то, в принципе, можно также снять просто чистые волосы, то есть грязные волосы до и чистые волосы после. И сказать, что вы там какую-то маску сделали. Это как бы понятная уловка для всех, да. Вот. Но что касается реального результата, мне сложно оценить, как после хорошей маски. Вот. Я не знаю, был бы такой результат, если просто этот же бальзам взять и подержать 40 минут. Но в целом хорошо. Волосики хорошие, классные, мягкие. Мне нравится. Пишите свои рецепты под видео, если вы что-то пробовали. И расскажите, если вы пробовали такую маску, как вам понравилось. Потому что мне кажется, что это может быть еще индивидуальный момент. Кому-то подходит, кому-то не подходит. Кто-то любит домашние рецепты, да. А кому-то лучше маску нанести, быстро смыть и что-то такое супер хорошее. Вот. Пишите свои рецепты, если хотите, чтобы я что-то попробовала. И прямо от чего вы очень в восторге хотели бы поделиться со всей моей аудиторией. Пишите в комментариях. Также ставьте лайки моему видео, потому что мне пришлось натерпеть, как видите, два раза заваривать все это, под холодную воду мыть голову. Это потом я ее нагрела и смывала все теплой водой. Ну, в общем, да. Я еще та девчонка, и все у меня наперекосяк. Но главное, что все, нормальный результат я вам показала. И все-таки я сделала все как положено. И за это ставьте мне лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. У меня на канале скоро 250 тысяч подписчиков. Не хватает совсем чуть-чуть. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. И я сразу сделаю для вас офигенный конкурс. Хочу разыграть вам суперские кардиганы. Кардиганы, они универсального размера идут. Очень красивые. И как раз уже к осени. Так что подписывайтесь. Как только будет 250 тысяч подписчиков, я сразу сделаю конкурс. Та-дам! Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok